Информбюро готовится к эфиру о самом интересном и важном ровно через 5 минут. Ну а прямо сейчас вы узнаете много полезного в проекте Нургали Карабаева «Пенсия Кейзет». Сегодня в нашей программе важная информация для тех, кто считает себя фрилансером, свободным художником, а выражаясь официальным языком, для людей, которые работают по договорам гражданско-правового характера. Как они копят себе на пенсию, кто платит пенсионное отчисление за фрилансеров? Этот вопрос остается актуальным, тем более, что в 2019 году в отношении этой категории вкладчиков внесены изменения. В ближайшие несколько минут я, Нургали Карабаев, расскажу обо всем подробно. Не пропустите. По официальным данным, сегодня в Казахстане около 9 миллионов работающих граждан. Из них чуть больше 2 миллионов считаются самозанятыми. Это домработницы, торговцы на рынке, таксисты, пастухи, строители, свободные художники и журналисты. В общем, фрилансеры. Список профессий довольно обширный. С июля прошлого года они должны были самостоятельно оплачивать обязательные пенсионные взносы в размере 10% от своего дохода. С января 2019 года процедура уплаты упростилась. Теперь самое главное, с кем заключил договор фрилансер. Итак, если заказчик работы и услуг является юридическим лицом, то есть налоговым агентом, то отчислять взносы в ЕНПФ обязан именно заказчик. Задача фрилансера проверять своевременность их поступлений на свой счет, зарегистрировавшись на сайте енпф.кз или в мобильном приложении ЕНПФ. Если договор гражданского правового характера заключен между двумя физическими лицами, то исполнитель может самостоятельно платить обязательные пенсионные взносы через банки второго уровня или отделение Каспочты. То есть это стало его правом, а не обязанностью. Однако, если человек воспользуется этим правом, причем регулярно, то значительно пополнит свой пенсионный капитал, а значит и будущие пенсионные выплаты. И еще один вариант. Человек работает по трудовому договору, а в свободное от работы время оказывает услуги по договору ГПХ. И его заказчиком является юридическое лицо. То обязательные пенсионные взносы за него должны поступать и от работодателя, и от заказчика. Во всех случаях размер взноса те же 10% от дохода. Размер взноса должен составлять 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы. И не выше 10% от 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Кроме того, максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать 12 размеров, размеров 50-кратного минимального размера зарплаты, установленного на соответствующий финансовый год с законом о республиканском бюджете. Давайте рассмотрим несколько примеров. У физического лица, допустим, электрика, есть основная работа по трудовому договору. В свободное от работы время он в частном порядке оказывает услуги физическим лицам, меняет провода и выключатели в квартирах. В его случае 10% подзаработка в пенсионный фонд будут удерживать на постоянном рабочем месте. А вот с дополнительного дохода он может производить выплаты добровольно. Если же не пожелает, заставить его никто не может. Правда, ему самому стоит задуматься, что дополнительные взносы увеличат размер его будущей пенсии. Следующий пример. Физическое лицо, переводчик, работает в одной фирме по трудовому договору. Дополнительно в свободное время он работает на другую фирму по договору гражданского правового характера. В этом случае по 10% на пенсионный счет будут поступать с двух доходов работника. И в обоих случаях это будет делать работодатели. Такой исход фрилансеры восприняли с воодушевлением. Ведь им для того, чтобы уплатить обязательные пенсионные, не придется ходить в банк, тратить время, оплачивать банковские комиссии. Графический дизайнер Султан Сулеймен помимо основной работы подрабатывает на частных заказах. Это помогает молодому человеку перекрывать расходы и копить на жилье. С начала года его пенсионный счет пополняется быстрее, так как 10% отчислений с дополнительного заработка в ВНПФ делают за него заказчики. Конечно, хоть мы еще и молоды, но о будущем нужно думать уже сейчас. Поэтому я регулярно слежу за своим индивидуальным пенсионным счетом, чтобы туда регулярно поступали деньги. А с этого года поступления приличного выросли. Ведь туда идут взносы со всех моих доходов. Физические лица и индивидуальные предприниматели, весь малый бизнес, делая такие взносы, обеспечивают прежде всего свое будущее. У меня на этом все. Вы смотрели программу Пенсия Кейзет. До встречи.